Диму родители к школе подготовили. Уже знает все буквы, умеет считать и писать. А еще знает такое слово, как амблиопия. То, что у мальчика есть проблемы со зрением, заметил врач. У нас левый глаз и косит маленькое, и плохое зрение на левый глаз. Поэтому хотелось бы, пока он маленький, говорят, что зрение восстанавливается. Пока это растет, хотелось бы, чтобы глаз восстановился и зрение лучше стало. Чтение в захлеб – причина близорукости школьников прошлого века. Сейчас ситуация изменилась. Что не ребенок, Джеймс Бонд, оснащенный последними достижениями техники. Ноутбук, планшеты, айпод, айфон, электронная книга. Все эти приспособления делают жизнь интереснее и сажают зрение. Самое частое из школьных заболеваний – близорукость. Близорукость – это такое нарушение рефракции, когда ребенок плохо видит вдаль, но при этом хорошо читает вблизи. И при этом у него изображение оказывается впереди сетчатки. Не на сетчатке, как это должно быть множество, а впереди сетчатки. Ну, здесь играет, конечно, большую роль в развитии близорукости. Это интенсивные зрительные нагрузки, большие на близком расстоянии. Врачи рекомендуют родителям начинающих школьников ограничивать детей в использовании электронных устройств. Два часа в день – не более безопасное время общения с электроникой. Если зрение все равно ухудшается, то необходимо попросить учительницу не сажать ребенка на Камчатку. Первая парта среднего ряда считается самым безопасным местом для изучения наук. Мария Иваткина, Мурат Гасанов, ГИС, События.